Третье небо Есть возможность, что в дне Иллоим это были потомки Хакадам и Хаба По Сифовой линии Есть две версии Хорошо говоришь, Бенни, правильно Капау в этот момент Есть две версии Бытие 6 глава, там где написано И когда увидели сыны Божьи Красоту дочерей человеческих Стали входить к ним Одна версия, которой придерживаются консервативные люди Консервативным Это, что это потомки праведного Сифа Третьего сына Адама Помни, с каких сыновей написано в Библии Право Адамас был Каин Абель И потом Сиф То есть потомки Сифа Более стандартная еврейская теология И стандартная христианская теология Все-таки да, склоняется, что это были сыны Божьи И это были какие-то ангелы Это очень непросто понять Но это на самом деле Большинством Неконсервативных верующих Неважно в каком движении принятая вещь Почему эта тема больше проталкивается именно про ангелов Опять-таки вопрос спорный Очень сложно понять Но если мы читаем Бытие 6 глава В русской Библии написано И рождались у них дети Там написано Издревле славные люди Помните, там вот такое выражение написано? Исполины На самом деле в иврите Там другое слово стоит Написано И рождались гибурим нефалим Нефалим от слова нафаль Это, возможно, гиганты Но суть этих существ нафаль То, что у них падшая природа Не природа человека Которой, возможно, искупление и восстановление И одна из теорий Смотрите, то, что я сейчас вам говорю Я уже пятый раз подряд говорю слово Теория, теория, теория До конца эти вещи очень сложно понять Слышали таких существ в Писании Бесы или демоны? Кто они такие? Это одна из мыслей Но многие считают Что это вот как раз Души этих нефалимов умерших Которые не наследуют воскресения Потому что Природа беса Тех, кто связан с экзорцизмом Если вы слышали такие вещи Экзорцизм и знания беса Это не ангельская природа Это какое-то намного более простое существо Которое ищет тело Ангелы в теле не нуждаются Не падшие, не славные У них свои тела Они сотворены в комплекте Эти же искали чего-то Опять-таки Этот вопрос немножко сложный Поэтому Хорошо Была Кинуто какая-то Ви Услышали У кого будет вопрос Я с удовольствием Предлагаю Нет, нет-нет-нет-нет Не сейчас Не в процессе Вопрос по ангелам По сынам божьим Мы можем встретиться отдельно поговорить это очень интересный момент и вещь которая до требует обсуждения кстати если то есть мы разбирали священное писание в нашей общине по домашним группам но если возникнет группа людей которые интересуются с тем чтобы копать я очень рад буду чтобы в какой-то день недели просто здесь сделали изучение священных писаний но именно не просто рутинная а вот покопаться в каких-то вещах но она будет требовать обязательств от каждого то есть приходить писаниями делать какие-то вещи самоисследование делать чтобы могли типа мидроши сделать очень-очень буду рад если кто-то захочет третье небо про третье небо где мы читаем послание коринфянам павел говорит я был вознесен и видел по еноху третье место это рай в котором растет древо жизни однако на севере находится этого этого третьего неба находится место для согрешивших людей то есть какая-то область духовный мир который разделен на два а чего кто включать это выключаете а серьезно этот духовный мир разделен на две части в нем есть место которое называется еще про это говорит в истории про богача и лазаря как одно место называется лона авраама а другое преисподня на самом деле обе этим мест это оба этих места объединены одним словом преисподня шеол да и если мы читаем патриархов помните яков скорбит по своему сыну иосифу и на каком-то этапе когда ему говорят пропал иосиф а тут нужно еще беньями на отпустить в египте он говорит вы что хотите свести душу мою со скорбью помните в преисподнюю там написано слово шеол слово шеол происходит от еврейского слова кто-то знает какого шейла что значит шейла вопрос то есть место достаточно непонятное что это за место такое мы будем немножко дальше на про эту тему говорить и это это пункт третий следующий но я забегаю вперед хочу сказать вам вам интересны на разбор ну вот эти места обычно мы на них не проповедуем и не говорим господь сотворил человека для вечности как мы знаем это бог говорит адаму живи возделывай сад а если вкусишь а древо что там сказано смерть и умрешь а если не вкусишь будешь жить то есть подразумевается вопрос вечности и славы если это вечность подразумевается для человека вот эта земля живи на ней развивай совершенству делай что хочешь здесь только в славе и в святости то куда-то уходить не нужно вот здесь живи если же ты умрешь то для определенного периода твоя внутренняя составная что есть внутренняя сна человека это наша нишима душа наш дух наше то дыхание жизни которая там нас находится должно куда-то уйти какое-то время то есть по всей видимости господь сотворяет это место как план если пойдет не так а пойдет так куда бы уходили души и вот то место разделено на две на две части мир потусторонний таинственный шеоль от слова шейла и люди которые искали правду и истину подобно аврааму подобно и цхаку якову подобно лазарю лазарь был нищий он не за того что он был нищий он пошел туда просто по жизни этот человек искал правду а ему не повезло по жизни были богачи которые туда попали а были нищие которые попали совершенно другое место потому что искали другие вещи и это место лона авраамова утешение там где наши души ожидают воскресения из мертвых для судов и находится в утешении но есть другие там где есть какие-то истязания страдания так по крайней мере мы видим в священных писаниях и вот енах про это говорит достаточно ну как бы прямым языком он говорит место рая где растет древо жизни и другой части она обозначает его севером как там можно север обозначить не знаю для людей согрешивших при жизни четвертое небо место нахождения колесниц солнца и луны и ангелов их обслуживающих кому-то эти слова чего-то напоминают священном писании кто помнит что-то подобное помните в откровении я видел ангелов которые держали ветры как понять ангелы удерживают то есть по всей видимости за физическими явлениями и нам как верующим людям этот момент достаточно не сложно воспринять стоят духовные силы как говорят физики я повторюсь за многими источниками энергии стоит что-то что никакими экспериментами невозможно исследовать но да стоят источники силы господь свет тьма мы не можем можно назвать это по-разному но в жизни не все материально как часто случаются обстоятельства когда по-человечески ничего дальше не может идти но раз что-то включается не из мира сего верующие люди воспринимают момент